Магнитогорский Металлург прервал серию неудач. Лидеры сезона на домашнем льду сыграли с Амуром и практически полностью повторили сценарий сентябрьской встречи в Хабаровске, одержав волевую победу. О совпадениях и не только наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Металлург Отметился их капитан Михаил Йордан. Пропустили такие голы необязательные. Первый гол мы сами себе привезли, второй гол в меньшинстве тоже такой необязательный. Немножко так нас это... встали, скажем так, немножко перестали так. Потом со второго периода завелись уже и вернули себе игру. 2-0 в пользу Амура. Именно с такого счета начинался второй период в Хабаровске 18 сентября. И тогда за 20 минут Металлург полностью перевернул ход встречи, забросив пять безответных шайб. В этот раз столь впечатляющую результативность показать не удалось, но магнитогорцы снова переломили игру. Великолепный дальний пас Брэндона Лайпсика помог Филиппу Майе забить 10-й гол в КХЛ и прерывать свою затянувшуюся сухую серию, которая длилась 7 матчей. Вскоре Джош Карри выиграл вбрасывание в чужой зоне, Максим Карпов доставил шайбу Артему Минулину и тот неотразимо бросил от синей линии. Он видел, что линия есть, и Макс Карпов хорошо натянул вратаря, сместил и бросил, попал, удачно забил. Параллели с Хабаровским матчем продолжались. В сентябре победный гол в большинстве забил Николай Голдобин. В последнее время реализация численного преимущества у Металлурга не получалась. За 6 игр магнитогорцы не использовали 17 попыток подряд, а во встрече с Амуром еще две. Но с третьей все же удалось. Линус Хульстрим бросил издалека, шайба отскочила от борта, и Голдобин роскошным финтом с разворота отправил ее в маленькую брешь между штангой и щитком вратаря. Очень эффектным получился и следующий гол уже в дебюте заключительного периода. Артем Минулин совершил классный перехват в воздухе, Никита Коростелев подхватил шайбу у партнера, вышел на ударную позицию, бросил в борт и сам же в падении совершил добивание. Я больше подкатывался там под центрального игрока, и повезло, что человек верхом выбросил, увидел там возможность. И Никита там сыграл поближе, подобрал шайбу, помог мне, и так получилось, что забил. Ну а точку, как и в Хабаровске, поставил Семен Кошелев. И вновь он отличился в меньшинстве. Только на сей раз не сам отобрал шайбу у соперника, а получил отменный пас от Алексея Моглюкова. 5-2. Металлург прервал серию неудач, и волею календаря снова отправляется на выезд. Ближайшую игру команда проведет 19 ноября против «Авангарда». Прямую трансляцию из «Балашихи» смотрите в нашем эфире в пятницу в 21 час 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.